ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы больше 13 лет. Вот напомните новоуральцам, с каких годов вы являетесь представителем их интересов? Это были советы народных депутатов трудящихся. На самом деле я депутат где-то с 84-85 года, дважды избирался. Работал я тогда секретарем горкома Комсомола. Статусность требовала быть депутатом. Был у меня очень интересный округ первый, те два созыва. Как молодого мне поручили не совсем, наверное, известный нашим жителям район. Это жилые дома дома отдыха, где жил персонал, который обслуживал дом отдыха, зеленый мыс, детские дачи и так далее. Там несколько сот человек проживало. Вот я в этом округе и работал. Но из интересных событий, как молодой, хочу вспомнить и горжусь этим до сих пор. Удалось как-то чудом построить там автобусную остановку. Она 20 лет где-то простояла. И вместе с комсомольской организацией нашей доблестной милиции, тогда существовавшей, мы там создали подростковый клуб. Кстати, депутат Яценко, который сейчас работает в составе нынешней думы, он там вел секцию борьбы с самбо. И большая благодарность вот к нему сейчас и за это тоже. Очень большую помощь, напомню, директор дома отдыха оказывал. В дальнейшем я избирался депутатом уже в составе нынешней думы. Третий созыв я работаю. Два созыва работаю в округе, где я сейчас проживаю, около КСК, около Березки, то есть старый район. А до этого я еще доизбирался в округе, в районе улицы Октябрьской и Советской, где магазин Мегамарт. Ну, пользуясь случаем, хочу тоже похвастаться, вот чем депутату приходится заниматься. Жители округа, кстати, работники моего цеха, где я был тогда, работал в цехе 24, чтобы по ночам спать невозможно, свистит кухня, как паровоз. И вот одним из моих тогда достижений была переделка проектов кухонного оборудования в ресторане Тольчевита в Мегамарте, поиск финансирования переделок и исполнений. В общем, то, что люди сейчас спят спокойно в округе, где Марацалихов, депутат по ночам, это как бы частично и моя заслуга. Вот, в дальнейшем я переехал, вернее, по депутатской свидетельности, а жил-то я уже практически с детства там, около КСК, Первомайская, 115 мой адрес. Вот, и два года я сейчас работаю вот в округе, где сейчас проживаю. Ну, что-то о работе в округе, значит, давайте вот, значит, я человек взрослый, большим опытом работы, три образования у меня вышли, в общем-то, поэтому я всегда придерживаюсь в том числе и в этом направлении некой системы. Когда я принял, скажем так, в своем вине свой округ, основная проблема – это, ну, плохое состояние жилого фонда и благоустройство территории. И этими проблемами пришлось заниматься. Значит, в предыдущий созыв, понимая, что силами одного человека, в общем, скажем, наши жилищные проблемы не порешать, я в предвыборную кампанию обошел все дома. Это было 80 домов, как сейчас помнили, 82 дома. Провел везде собрание жильцов. Мы в каждом доме выбрали старшего по дому. Некоторые, я надеюсь, до сих пор еще работают. Тогда сильно менялось жилищное законодательство. Эти советы домов, которыми сейчас занимаются управляющие компании, вот в нашем округе, они создавались по моей инициативе. А советы домовых, советы домов, они уже, жильцов, уже имеют свою полномочия, свою практику, общаются с жилищными компаниями, управляющими компаниями. И когда, то есть фактически избирая старшего по дому, я говорю, вы теперь депутат только в этом данном доме. И вот решайте вопросы, я вам чем-то помогу, но уже самостоятельно используя законодательство и так далее. И это на самом деле, значит, ну, результат какой работы? Пройдитесь по улицам Ленина, Белинского, Герцена, Первомайская, Чкалова, Толстого. И посмотрите, сколько там вот за эти, ну, скажем, два созыва последние 10 лет появилось вновь отремонтированных домов. Огромное количество. Ну и в каком-то, в какой-то части, я считаю, это свои заслугой. Потому что жители стали вступать в долевку, что такое все сейчас понимают. Все это там разъяснялось именно собранием. И, в общем-то, фасад, во всяком случае, а где-то и нутрянка, в общем-то, жилых домов облагородились. Это был первый этап. Второй этап, ну, когда каким-то образом мы с фасадами и, так сказать, серьезными коммуникациями порешали, надо было заниматься, ну, благоустройством. Благоустройством территории. Территорий бывает двух видов. Первая территория – это внутриквартальная территория, ну, внутридворовая, лучше сказать. А вторая – наружная территория тротуара и дороги. В общем, удалось добиться, вы обратили внимание, отремонтировали всю улицу Ленина, всю улицу Первомайская за этот период, всю улицу Чкалова и улицу Толстого. Это фактически четыре улицы, которые ограничивают как-то или проходят внутри округа, магистральные. Хочу, ну, как бы ввести в курс дела. Когда вот большие улицы Первомайская и, допустим, Ленина, тротуары входят сразу в стоимость работы. Вот. А вот такие перемычки, как Чкалова или Толстого, там делают, как правило, только дорогу, тротуару, значит, ну, не делают, не финансируют. Значит, я свои депутатские деньги два созыва пускал на благоустройство тротуаров по улице Толстого. А чего больше не хватает вот в этой работе? Времени или депутатских средств, чтобы решить проблемы жителей, которые они ставят? Ну, наверное, поровну. Если бы у меня было побольше времени, я еще на работе работаю, так сказать, начальником цеха на комбинате, вот, я бы, наверное, ну, нашел возможность поисков дополнительных источников финансирования, кроме тех, которые мы можем закладывать в городской бюджет, раз в году, так сказать, и планирую, или своих депутатских средств. Ну, вот, поскольку времени не сильно хватает, поэтому приходится пользоваться только городским бюджетом, то, что удается в согласительной комиссии там договориться на округ выделить, и своими депутатскими вот средствами. Сразу раз уж заговорили про комиссию по бюджету, да, то есть это та комиссия, надо жителям сказать, на которую возложен в том числе и контроль, регулярный контроль за исполнением бюджета. Вот как депутат, который возглавляет эту комиссию, как вот этот контроль реализуется на практике, чтобы люди понимали? Ну, с контролем у нас, надо сказать, все в порядке, чтобы все сразу успокоились. Значит, тут особо контролировать-то нечего, я объясню почему. Чтобы и грамотные жители поднять. Ну, бюджет примерно 4 миллиарда. Две трети бюджета это примерно народное образование и детские сады. Значит, ну, все остальное, чего не хватает, скажем так, до 3,5 миллиардов, это так или иначе наши официальные полномочия, которые регламентируются нормативной законодательной базой. И вот каждый год, когда мы понимаем, какие деньги у нас формируются в городском бюджете, мы практически из 4 миллиардов, 3,5 даже особо-то и не смотрим, они расписываются по нормативам. Как их правильно расписывает городская администрация, у нас есть своя контрольно-счетная комиссия в городской думе, которая периодически это дело проверяет. Корректировки бывают и несколько раз в месяц там, потому что часто, как правило, в лучшую сторону, потому что какие-то дотации, субвенции приходят из области, мы там дополняем свою небольшую копеечку, в программу входим, мы что-то для города хорошее добываем. А вот эти 500 миллионов, это деньги, которыми мы можем как-то распоряжаться, ну, пускай на развитие города. То есть настолько служены полномочия депутатов, да, здесь? Это законодательство такое, да? В бюджет. Да, да. В недрах бюджетной комиссии родилось предложение. Мы, к сожалению, тут как-то, с одной стороны, зажаты сроками поступления к нам информации, сколько у нас, в принципе, денег будет в этом году от налогов и так далее, да, сколько нам дотаций, субвенции в основном дадут. И уже некогда думать-то, куда эти деньги, надо быстрее их распределять. Это в конце года все происходит. С другой стороны, депутатам, да и жителям, общественности, естественно, которых мы представим. Хотелось бы город как-то развивать. И вот в этом году мы уже несколько попыток делали. Но если не наша дума, то следующее все-таки в действующее положение в нашем бюджетном процессе внесет. Там, где депутаты, ну, с помощью своих избирателей, конечно, будут заранее на год вперед планировать какие-то предложения в еще неизвестный блок финансового объема, что бы мы хотели увидеть на год вперед в развитии города там и так далее. Да, тут, ну, обычно это объекты коопстроительства разные. Немножко перекликаются с народным бюджетом, да? Да, да. Только сумма денег, видимо, будет уже, ну, какая-то несколько больше, чем народный бюджет. Это более предполагается квалифицированная работа с привлечением экспертов серьезных там и так далее. Это сейчас, ну, в таком, не то что зачастно, в проработке вопрос. Ну, вот это, в принципе, какой-то шажок вперед, наверное, предполагается. Ваша комиссия определяет и городскую налоговую политику. И, в частности, по прошлому году, в конце года бы вот этот вот вопрос очень устро стоял. И комиссии удалось на имущественный налог снизить, да, его цифру? Совершенно верно. Вот расскажите немножко, какой кровью это далось? Я сейчас напомню историю. Просто имущественный налог считается от, который платим мы за квартиры, за гаражи, просчитывается от инвентаризационной стоимости имущества. Но некий прообраз сформировать рыночную стоимость имущества, это за счет коэффициентов, дефляторов, которые законом устанавливаются каждый год. И у нас тут идет накладка, значит, мы принимаем в начале года или в конце, допустим, на следующий год некие ставки налога, а потом, позже, государство принимает поправки к инвентаризационной стоимости имущества, и оказывается, что жителям приходится платить больше, чем мы им как бы планировали и рассчитывали. В этом году удалось вмешаться в этот процесс, и мы на действующий год, на текущий, приняли такие ставки, ну, скажем так, заниженные против прошлых, чтобы они компенсировали потери жителей за два года, за то, что они переплатили в прошлом году, и чтобы они могли переплатить в этом. Но, надо сказать, что, собственно говоря, этот налог, это одна из позиций наполнения бюджета, и, наверное, был у многих соблазн все-таки оставить все как есть, потому что сразу бы автоматически и цифра бюджета возросла. Ну, такой соблазн всегда сохраняется у городской администрации, потому как люди на работе стараются городской бюджет пополнить. Наша бюджетная комиссия, конечно, тоже интересы увеличения бюджета, конечно, защищает и рассматривает, но мы же народные избранники, мы понимаем, что в условиях нашего города, где рабочих места нет и зарплата низкая, значит, платить за уже купленные квартиры, за ипотечные квартиры, за достойные какие-то еще другие виды жилья и так далее, люди не могут, мы знаем уровень зарплаты, поэтому мы с карандашиком аккуратно сидели там, не так быстро считали, сравнивали доходы, расходы жителей и так далее. Вот некую среднюю величину вывели, которая позволяет, ну, и каким-то образом не сильно потерять пополнение городского бюджета, но и не залезть глубоко в карман нашим трудящимся жителям города. Я не буду тут рассказать истории о неправильной кадастре оценки земли и так далее, и так далее, это отдельная вообще тема, может быть, для встречи, и так далее. Но вмешиваемся, да, все, что возможно в правовых рамках, так сказать, в наших полномочиях мы, конечно, решаем. Столько лет вы, депутат, не надоело? Нет. Во-первых, я возглавляю самое большое имение производства по обогащению урана. Мои жители, это работники моего цеха, им должно быть комфортно не только на работе, но и дома. Обеспечить нормальный комфорт дома я могу только, ну, в том числе, будучи депутатом. Это первое. Во-вторых, я парень из района. Я как родился в этом доме, как на дворе из пионеров, который еще тогда-нибудь из окна вид смотрел, еще в садик когда ходил, и садик у меня до сих пор под окном, так туда и гляжу 60 лет практически. Поэтому я заинтересован и сам прожить в хорошем округе, где бы, чтобы все было как-то более благопристойно и благополучно. Я хочу пожелать всем жителям нашего города уверенности в завтрашнем дне. Если будет уверенность в завтрашнем дне, значит у всех все будет благополучно. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!